Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала Экзегет. На портал поступил вопрос, коротенький по форме, но очень широкий по своему содержанию. Как распознать людей? Я думаю, что очень многое тут зависит от того, с какой целью мы задаемся вот этим вопросом. Что нам нужно? Зачем нам нужно распознавать людей? Действительно, люди, которые нас окружают, они очень разные. И вот Господь говорит, что есть дети Божие, есть благочестивые, праведные люди, а есть и дети неправды, неблагочестивые, неправедные. Как распознать, кто перед нами? По плодам их узнаете, их. Потому что человек делает, всякое дерево познается по плодам, говорит Господь. Если мы откроем Евангелие от Матфея, Нагорную проповедь, конец седьмой главы, мы прочитаем, что с тернувника собирают ли виноград или с репейника смоквы. Очень легко. Если на дереве растет яблоко, это, конечно же, яблоня. Если виноград, то это виноградная лоза. Вот если мы видим, что человек приносит плоды любви, внимания, милосердия, правды, то перед нами, конечно, добрый, благочестивый человек. Дети Божие и дети дьявола узнаются так. Всякие, не делающие правды, не есть от Бога. Равно и не любящие брата своего. Если человек обманщик, преступник, причем преступник не только человеческого закона, но и преступник Божьего закона, то такой человек не есть. Нельзя про него сказать, что он Сын Божий. Так что, как распознать человека? Священное Писание нам подсказывает, и Господь нам подсказывает по плодам. А вот что нам дальше с этим делать? Как мы должны относиться к человеку, узнав о его праведности, благочестивости, о том, что он приносит добрые плоды, или наоборот, нет? Должны ли мы одних любить, а других, например, ненавидеть, делать им всякие гадости? Конечно же, нет. Господь совершенно определенно говорит, что язычники доброжелательны по отношению к тем, кто им делает добро. А у вас, у христиан, у моих учеников, пусть не так будет. Вы будьте доброжелательны даже по отношению к тем, кто делает к вам зло. Сам Бог посылает солнечный свет и хорошим людям, и плохим людям. Посылает дождь и на праведных, и на неправедных. Когда Господь пятью хлебами накормил пять тысяч человек, Он не разбирал, что вот такая-то часть этих людей — это хорошие, праведные, добрые люди. Пять тысяч человек — это очень много. Наверняка там были очень разные люди. А вот эти, скажем, грешники плохие, их не кормить. Нет. Господь свою любовь, свою заботу простирает на каждого человека. Он всем человеком желает спастись и прийти в познание истины. И вот если мы ученики Христа, то мы должны учиться тому же. Да, мы можем распознать, что вот перед нами особенный, светлый, праведный, чистый человек. И поблагодарить Бога, поблагодарить самого этого человека за такую встречу. А вот этот, да, у него, к сожалению, есть вот такие, такие, такие недостатки, недостоинства. Положиться на него нельзя. Но не возненавидеть этого человека, а, может быть, наоборот, побольше помолиться о нем. Да, с таким человеком мы не будем заключать какое-нибудь, я не знаю, бизнес-соглашение, потому что невозможно верить ему. Он может подвести. С таким человеком мы не пойдем в поход какой-нибудь, потому что знаем, что он ненадежный. Еще что-то мы не будем с ним делать. Не пригласим его быть преподавателем у наших детей. Но это не значит, что мы должны испытывать ненависть к какому-то такому человеку недостойному. Благословляйте проклинающих вас. Делайте добро даже по отношению к тем, кто делает к вам зло. Если такой человек вот попал в какую-то беду, в неприятность, то и ему мы должны помочь. Только тогда мы ученики Христовы. Поэтому распознавать людей мы можем, а вот осуждать нет. Не судите, да не судим и будете. Мы можем и должны стремиться к такой мудрости, к умению увидеть человека именно по плодам, что он делает, какие плоды он приносит. Не по словам. Часто бывает, что человек говорит одно, а делает совершенно другое. Есть в Евангелии такая притча, что у одного отца было два сына, и отец обращался к этим сыновьям, чтобы они помогли ему в работе. И один сказал, нет, я не буду этим заниматься. А другой сказал, хорошо, я приду и сделаю. А получилось ровно наоборот. Тот, который сказал, не буду, пришел все-таки и помог, а который обещал, ничего не сделал. И как часто это бывает в жизни. Человек говорит одно, может быть, даже какие-то нехорошие слова, плохие, вот кто-то его научил, может быть, этим словам, а живет по-другому. А бывает так, что говорят хорошие, правильные слова, может быть, ходит в храм, внешне благочестив, а живет по-другому, нечестиво. Поэтому не по словам, а именно по делам мы должны распознавать людей. И распознавая учиться любви по отношению и к одним, и к другим, и к детям Божиим, и к людям, которые еще не вступили вот в эту область, быть чадами Божьими. Мы записывали это видео для библейского портала Экзегет. Субтитры создавал DimaTorzok